Меня зовут Юрий Белов, я резидент акселератора, продюсер и сооснователь школы макияжа Санжак. Первый лайфхак это касается выбора ниш. Занимайтесь тем, что вам откликается, что вам действительно нравится. Не думайте о том, сколько на этом можно заработать. Второй лайфхак касается выбора эксперта. Если вы продюсер и вы ищете эксперта, если у вас есть возможность выбрать эксперта с аудиторией, то берите эксперта уже с теплой, лояльной аудиторией. Чем она больше в социальных сетях, в упоминаниях об этом эксперте, тем лучше. Запускаться с известным экспертом, с аудиторией будет гораздо проще. И третий очень важный лайфхак. Не опускайте руки после нескольких неудачных попыток. Продолжайте пробовать. Помните о том, что ребенок, прежде чем научиться ходить, падает, не знаю, сотни раз. Тем не менее, он не говорит, что нет, это не мое, буду ползать. Он продолжает пытаться, и в итоге все люди ходят. И теперь о трех качествах, которые, как мне кажется, помогли мне и моей команде быстро добиться успеха. Первое качество – это то, что я с самого начала развивал в себе изобильное мышление. Я не верю в конкуренцию. Я верю в огромную изобильную вселенную, где даже в рамках одной ниши каждый человек может стать миллиардером. Я пытаюсь постоянно находиться в состоянии потока и в состоянии отдавания. Второе качество, оно очень похоже на предыдущее. Не будьте слишком экономны. Не ищите подешевле. Подешевле подрядчиков. Не пытайтесь продавить людей на какие-то самые-самые лучшие условия. Вы выходите из состояния потока, из ресурсного состояния и входите в состояние нищеты. Вы потратите гораздо больше времени и ресурсов на то, чтобы поторговаться, найти дешевле. И последнее качество – нужно уметь делегировать. Не надо пытаться сделать все самому. У каждого человека есть свои компетенции. Я знаю многих других своих коллег, которые все пытались сделать сами. Они делали сами лендинги, они сами пытались настроить мейл-цепочки, сами сделали презентацию к вебинару. Отдавайте вот такие вот сложные технические, специфические задания фрилансерам, тем людям, которые умеют это делать хорошо, которые профессионалы. Они делают это быстро. И когда ты смотришь на результат, ты видишь, что это сделал профессионал. Когда вы сделаете лендинг или презентацию к вебинару, по ним будет тоже видно, что это вы сделали сами. Далее я хотел бы с вами поделиться нашим опытом раскрутки онлайн-школы. Мы подумали о том, что было бы, наверное, правильно сосредоточиться на раскрутке инстаграма, работать над личным брендом эксперта. И в итоге мы настроили воронку продаж прямо в инстаграме. Прямо в инстаграме приглашали людей на бесплатные вебинары, проводили прямые эфиры. Каждый подписчик получал автоматическое письмо, в котором ему предлагалось ответить на это письмо, если человек хочет бесплатный доступ к некоторым урокам нашей онлайн-школы. Мы смогли в течение двух-трех месяцев настроить воронку и выйти уже на стабильный оборот, сосредоточившись только на одной социальной сети инстаграм. Итак, друзья, если вы мечтаете открыть свою онлайн-школу, начните с одного простого действия, которое ничего не стоит. Приходите на бесплатный вебинар Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина. Ссылочка вот под этим видео в описании. Регистрируйтесь, приходите на вебинар. Уже в рамках этого вебинара вы очень многое поймете.